Осмотр объектов здравоохранения начали с детской больницы. Здесь маленьким пациентам готовы оказать практически все виды медицинской помощи. Для диагностики и лечения работает несколько отделений. Амбулаторно-поликлиническое отделение и стационарное отделение у детской больницы. Стационарное отделение на 170 коек, значит 100 коек инфекционных, 60 коек общесоматических, 10 коек второй этаж обваживания на ворожье. Это где мы сейчас на проросе. Члены комиссии отметили высокое техническое оснащение детской больницы. Анапскими медиками накоплен огромный опыт по реабилитации недоношенных детей. Здесь в специальных бэби-боксах осуществляется второй этап выхаживания новорожденных. С участка поступают дети в возрасте до месяца, если имеются какие-то медицинские показания. От какого веса мы выхаживаем? Мы выхаживаем от 700 грамм. Полное техническое оснащение и в городской больнице. Члены совета посетили палаты приемного покоя, побеседовали с дежурным персоналом, осмотрели реанимационное отделение. Здесь медики в постоянной круглосуточной готовности. При необходимости вот там помещение, мы делаем предоперационное. Здесь экстренное вмешательство. Поиск источников кровечения в большей полости, стабилизация переломов от крови, продолжающих жизнь. И все здесь. Еще один пункт проверки – станция скорой медицинской помощи. Сейчас здесь работает 18 бригад медиков. В распоряжении 22 оборудованных автомобиля. В межсезонье сюда поступает около 180 вызовов. В летний период количество звонков увеличивается более чем в два раза. На помощь приходят дополнительные бригады. Реанимационные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. По итогам проверки Анапа получила удовлетворительную оценку. Работают неравнодушные люди. Нет таких проблем, какие бывают в других субъектах, когда валится потолок или стены облицованы не так, как надо. Все в этом смысле хорошо. Проблемы есть, как и во всех других медицинских учреждениях любого субъекта Российской Федерации. Тем более, что Краснодарский край – это реципиент, а не донор. Поэтому с деньгами здесь трудно. Какие проблемы, которые есть везде и которые есть у вас в том числе? Недокомплетованность с врачами. Несмотря на то, что заработная плата врачей по указу президента достигла среднего по субъекту, тем не менее, врач – это профессия очень сложная. Тем более, у вас сложная ситуация. У вас миграция населения огромная. Летом чуть ли не еще одна Анапа приезжает сюда, поэтому справиться с такой нагрузкой сложно. На основе полученной информации будет проведен анализ. Члены Совета сформируют предложение и выступят с инициативой о выделении федеральных средств на капитальный ремонт объектов здравоохранения. Руслан Душевский, Анапа. Регион.